Всем привет, меня зовут Артем, вы на канале АТО Звук С Вами Руками и сегодня у нас на обзоре акустика от компании Урал Саунд, это динамики ТТ-250. Динамики я не покупал, динамики мне подарили. Огромное спасибо человеку, который мне их прислал, он решил приобрести себе и одну пару подобрать душевно решил подарить мне, за что ему огромная-огромная благодарность. Теперь в стенде будет 25-ка стоять ТТ, я надеюсь, что соблазн мне не позволит ее продать и она будет стоять в стенде и участвовать во всех обзорах. Также для обзоров я приобрел еще динамик стейт 25.1, поэтому обзор в ближайшем будущем будет и на них и в ближайшем будущем еще будет обзор на молот 25 или 250. Я в названиях путаюсь, ну в общем вы поняли, да, 25 сантиметровые динамики. Три обзора будет, не обязательно что подряд, но если вам интересно посмотреть такие обзоры, обязательно подписывайтесь на канал, не забывайте нажать колокольчик, который вам будет делать уведомления о новых видео. Давайте сделаем распаковку по традиции, так как большинство людей высказали, что распаковка в начале это все-таки логичнее, потому что, ну все так делают, ты купил, ты же не достаешь из коробки и бегом сразу устанавливаешься, надо как-то повертеть, осмотреть, а вдруг там какие-то косяки, может там брак какой-то, что можно сразу вернуть в магазин и предъявить, обменять и так далее. В общем распаковка теперь будет в начале видео, к этой теме возвращаться уже больше не буду и надеюсь на ваше понимание и на ваши адекватные комментарии. Давайте распакуем, а потом послушаем. Поставляются динамики вот в такой коробке, как вы видите здесь все написано, заявлена мощная магнитная система, то что они громкие написано, то что у них широкий диапазон звучания, максимальная мощность, как всегда указывается и частотный диапазон, видите, от 50 герц до 6 кГц. Также вот здесь есть те же самые все характеристики, плюс еще есть номинальная мощность 160 ватт заявленная. В коробке лежит наклейка и два динамика. Выглядят динамики довольно-таки серьезно, хороший плотный диффузор, гладкий с этой стороны с лицевой, не рифленый, с этой стороны есть тиснение, там форма это все прессуется, это прессованная бумага или целлюлоза, как еще говорят. Здесь двухволновый тканевый подвес с пропиткой, длинноходный кстати, вот здесь плотная губка, 8 крепежных отверстий, колпак, по-моему, пластиковый, ну по крайней мере, чтобы вот так выпрессовать пистолет и буквы ТТ на бумаге, это нужно постараться, скорее всего, это пластик. Вот, корзина штампованная, как вы видите, она из металла, из стали сделана. Терминалы подключения лопатки разного размера, плюсовая большая, минусовая маленькая. Давно уже говорил и не один раз, что вот меня вот такая вот ситуация немножко раздражает. Лучше бы они были одинаковые, потому что иногда приходится 2,8 искать, они не всегда в наличии есть, эти лопатки. Подводящие вклеены в диффузор путем прошития, как бы, то есть они пробивают диффузор, потом выходят обратно, то есть такой заломчик как бы. Ну и все это спрятано под колпаком, то есть нам это не видно, на эстетику никак не влияет. Шайба очень мягкая, прям мягенькая, мягенькая, вот просто видно, не видно. Вот, как хочу, так ну никаких даже потрескиваний, ничего нет. Такое ощущение, что шайба даже не пропитана, то есть просто прессованная ткань. Казнатоки напишите, из чего шайбы делают. Вот, в общем, пружинит все нормально, ну вот, прям, прям мягенькая, мягенькая. Катушка на вскидку полтора дюйма, примерно, может быть, ошибаюсь, но очень похожа на полтора дюйма. Здесь магнит довольно-таки хороший, большой, то есть не маленький, а нормальный такой, внушительный. Два увесистых фланца металлических, толстых. Здесь вентиляционное отверстие, наклейка ТТ-250, размеры, частотный диапазон, мощность номинальная, максимальная чувствительность. В общем, выглядят, ребята, динамики довольно-таки серьезно. Осталось послушать, как они звучат. Шайба вот, видите, прям мягенькая, мягенькая. То есть, по идее, должны прям лупить, прям от души. Хода здесь хоть отбавляй. Главное, чтобы выдержала катушка. Видите, да, как собрано? Я думаю, видно, ну, что показывать. В принципе, показывать особо нечего, потому что, ну, собрано, как и всегда, в стиле компании Урал. Все, в принципе, нормально, адекватно, без перекосов. Единственное, вот к чему я хочу придраться, очередной раз, это вот разноразмерные вот эти вот лопатки. Уже делали нормальные, хорошие и потолще, и вот такого размера, хотя бы 4,8. Ну, что это такое? Ну, это не контакт вообще. Если сюда вливать хорошую мощность, это не очень. Вот как-то так. Давайте установим стенд, послушаем. Уж я не знаю, как мне тут находиться, в каком положении. Наверное, придется как-то буквой Г загибаться, потому что мне дотянуться надо до ТТшки. Ну, эти два включу, а вот там кнопка в углу. Я не знаю, почему я так сделал. Наверное, не думал вообще, когда конструировал стенд. 25-ки у меня, к моему, при великому счастью, не так уж и часто на обзорах, поэтому не так уж и часто мне приходится туда тянуться в этот угол. Все динамики новые, то есть абсолютно новинки на рынке, для меня, по крайней мере. Ни одну из них я раньше не слышал вблизи, не держал в руках, поэтому будем делать на них обзор. Про ТТ я уже говорил. Огромное спасибо подписчику, который их прислал. К сожалению, на момент обзора я не успел с ним списаться, поэтому если он изъявит желание обозначить свою личность в обзоре, значит я напишу благодарность под видео. Ну, а сейчас пока он будет инкогнито. По фильтрации 63 Гц вторым порядком, то есть 12 дБ на октаву. Поверху динамики распущено во всю полосу. Послушаем их три на треке, на панчовом, естественно, потому что в первую очередь ребят, которые покупают десятки, их интересует именно панч, глубина баса, басовая составляющая. Ну, а средние частоты уже во вторую очередь. А потом я к ним параллельно подключу твиттеры. Ну, подберу на свой вкус, на свой слух, то, что мне больше понравится. И послушаем с твиттерами обязательно. Погнали! ПОДПИШИСЬ! 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В общем, если в двух словах охарактеризовывать звучание данных динамика, ТТ и молот, они играют ровно. Такого звука нет, который впивается тебе в голову. Динамик стейт очень-очень громче на середине. За счёт этого у него теряется мидбас в его звучании. То есть, я не ощущаю мидбаса, он где-то очень далеко спрятан. Несмотря на то, что заявка 67 Гц резонансная, ну, я её не слышу вообще. То есть, ну, как середина, да. Как середина яркий такой, ядовитый, я бы сказал, звучок. Вот что-то наподобие как фиолетки, что-то похожее как звучание у Прайда. Есть какие-то вот такие нотки. То есть, ядовитый такой звучок, яркий. Вот. Но мидбаса прям сильно не хватает. То есть, 25-й динамик, но мидбаса, ну, мне сильно прям не хватает. Если брать самый мощный мидбас, у кого из них трёх, то, по моим скромным ощущениям, это молот. У молота самый мощный мидбас. Именно настолько мощный, что начинает резонировать стенд. ТТ хорошо лупит, очень-очень много жира, отлично. Середина ровная, не орёт, не кричит. То есть, можно, в принципе, задушивать и использовать только как мидбас. Можно в двухполоску с твиттерами. Я думаю, вы услышали разница с твиттером, когда, включая твиттер, колоссальная, конечно. То есть, воздуха добавляется, звучание прям хорошо. Становится более полноценным звук. Но, если у вас есть 16-й, которые вам нравятся и не хватает мидбаса, то рекомендую. Можно молоты брать, можно ТТ. Ну, ТТ чем привлекает? У него такой внешний вид довольно-таки интересный. В принципе, на роль мидбаса, да и на роль среднечастотника, в принципе, пойдёт. Просто не ждите от него яркой, кричащей середины. Этого там нет, ребята. Динамик играет ровно, сбалансировано, прям прикольно. Мне понравилось. Такое звучание я люблю. И жира прям смачно. Вот. Опять же, я здесь не выводил их на максимальный ход, я не выводил их на максимальную громкость. Потому что начинает дребезжать вообще всё. Но даже на громкости 40, да, от моста 120.4 Gladden, Mosconi Gladden One, даже этого достаточно, чтобы ты ощущал бас всем телом. То есть, саббаса как такового, ну, можно сказать, что нет. Но вот именно вот этот вот 60-80 Гц, прям его слышно. Ты его прям ощущаешь. Что на ТТхах, что на молотах. На Динамик Стейт ощущается щелчок. Прям вот такой хороший резкий щелчок, прям отстреливающий. Прям отлично. Я думаю, если их много поставить в двери, то будет нормально. Но вот, когда он один играет, то, конечно, не хватает прям сильно. Молот и ТТ в этом плане, в плане вот мидбасовой составляющей, прям сильно выигрывают. Вот, поэтому опять же повторюсь, ТТ, если вам нужен мидбас в систему, и у вас есть место под 25 сантиметров динамик, вполне могу рекомендовать. Мощности особо я здесь не давал им. Потенциал у динамиков есть. Но опять же говорю, в трех полоску моя рекомендация. Если деваться некуда, есть только твиттеры, и вот они, можете попробовать, послушать. Может быть, вам понравится. Меня вот такое звучание устраивает, когда середина не ярчит, не кричит. Есть высокие, есть вот мидбасы, середина все более-менее ровная. Ну, возможно, что вам вот именно нужно поярче. В принципе, можно запускать, ну, от той мощности, которую я сегодня давал. То есть, если у вас усилитель там, ну, где-то 100-120, да, то можно, в принципе, пробовать от 63 запускать. Но опять же, контролируйте ход, чтобы не было искажений. Если он начинает фр-фр делать, то это уже не нормально. Если начинает динамик хрюкать, то не надо этого допускать. Динамик должен играть четко, сбалансированно. То есть, должен быть отчетливый, артикулированный бас. Или щелчок, или середина. То есть, не должно быть искажений никаких. Если начинаются искажения, если динамик начинает срать, настраивайте, чтобы у вас был чистый, громкий звук. Поверху рекомендую 5 кГц. Можно, в принципе, ниже, если у вас мощный, хороший твиттер. Можно его, в принципе, от 82 и до 252 запускать. Вот в этот узкий диапазон он будет шлепать. А где-то от 300-350 запускать среднечастотник. И до 4 кГц, например, вот этот диапазон будет играть среднечастотник. Ему будет легче и будет громко. Ну, а от 5 кГц вторым порядком, например, запускать уже твиттер. Я думаю, такая трехполоска будет в идеале, можно сказать. То есть, вот эту 25-ку, 16-ый и твиттер. И будет хорошее сбалансировано звучание. Опять же, это мое личное мнение. Я ни в коем случае никому его не навязываю. Если у вас есть какие-то мысли по этому поводу, обязательно напишите. Будет интересно почитать ваш комментарий. Возможно, у нас с вами завяжется беседа. Но это не точно. К сожалению, не особо хватает времени на все комментарии отвечать. А на некоторые комментарии иногда не хочется отвечать, а хочется человека просто-напросто добавить в черный список. Поэтому держите себя в руках. На этом у меня все. Всем вам добра, удачи, чистого и громкого звука. Пока. Увидимся.